Сегодня я в гостях у Валерия Фоменко. Я был у Валерия Васильевича три года назад, снимал видеоролик. Посмотрите его обязательно, в каких жутких условиях он живет. И я сегодня пришел посмотреть, что изменилось за три года. Я напоминаю, это часть домовладения площадью где-то 12 метров. Здесь не было воды холодной, не было воды горячей, газа не было, отопление зимой только электричеством. Ну и там пандусов на улице нет, можете посмотреть предыдущий ролик, там видно. В общем, не изменилось, по-моему, ничего. А что изменилось в самом доме? Дали холодную воду. А как дали холодную воду? Ну, водоканал подсоединил. Они с вас деньги требовали тогда? Ну, тогда требовалось. Потом уже, как говорится, вмешались и СК, следственные комитеты, все вмешались. И они после долгих упоров решили сделать. Потратили на это ровно 5 минут. Сгон поставили и все. И стала холодная вода. Я обращался на прямую линию, ну, как это был Путин, когда делал прямую линию, я обращался на прямую линию к Владимиру Путину. Мне сказали, помогут. Появился следственный комитет и быстро-быстро началось движение, что они успели сделать, это сделать мне воду. Ну, а с квартирой почему-то никто не стал разбираться. Видно, был только приказ на воду. Теперь жду, когда будет Путин опять делать прямой репортаж. Может тогда, а может кто-нибудь с юристов напишет, позвонит, поможет мне, как мне подать в суд и как судиться. Буду ждать помощи от юристов. Горячая, газ, там все остальное. Горячая у меня идет от электробойлера. Поставил электробойлер, и от электробойлера идет горячая. С газом все нормально, его ко мне нельзя поставить, потому что нет места для того, чтобы его поставить, сделать вытяжку. Для этого нет места. А как это нет места? Я вижу, у вас тут много всего. Ну, много всего. Поставить котел, поставить электрическую печку. Я вот пользуюсь печкой, которую можно перенести, поставить туда в данный момент. Она стоит здесь, чтобы мне все было под рукой, потому что нужно готовить. Себе, маме кушать надо. А что у вас с мамой? У вас мамы не было раньше? Не было. Мама жила в Таганроге. Ну, так как она сильно болеет, ее парализовало, скажем это так, она лежачая, поэтому ухаживать за ней некому. Я ее забрал сюда. Я помню, вы просили, чтобы вас поставили на квартиру вне очереди. Да, поставили как инвалида колясочника, так как я пользуюсь коляской, мне нужно заезжать, мне нужно пантусы, мне нужно двигаться по квартире. Я не могу даже, если я встану, три шага пройти на костылях, как мне нести кастрюлю, допустим, как мне, ну, все это делать. Мыть, посуду носить, как это делать. То есть, мне нужно, чтобы это кто-то помогал мне. Мама у меня лежачая, мне наоборот нужно, чтобы помогали. Так вам квартиру не предоставили? Нет, квартиру не предоставили, стою на очереди, но так по подсчетам сказали, что получу лет через 20. Это очередь для малоимущих? Да, для малоимущих. А почему вас не поставили вне очереди? Не поставили вне очереди, потому что считают, что если я могу открыть холодильник, если у меня руки работают, то значит я нормальный. Я могу сам себя обслуживать, а то, что я не могу дойти до холодильника, это никого не интересует. А как ваши руки работают вообще? У вас же вот это болит? Болит, поломанные ключицы. Ну, болят. Хотели оперировать, я не дался оперировать. Я лежал в аппарате Елизарова, еще поломал ключицу, очередной раз потерял сознание, упал, ударился. И нужна была операция. Но я сказал, что оперироваться не буду. Вот теперь она вверх не поднимается. И нагрузки на нее. Больно, если что-то поднимаешь. То есть больно. Адские боли идут и на ноги, и по спине, и на руках. Ну, это кому докажешь. Они все считают, что если я живой, значит все нормально. Давайте я вам, я зрителям покажу вашу комнату, вашу часть домовладения, так называется. Здесь лежит ваша мама в углу. Здесь у нас унитаз. Здесь поддон, типа душевая. И вот такой предбанник, да, где течет кран. И вот здесь надо выходить. Посмотрите предыдущий ролик. Что у нас такое. У вас там кран течет? Да, я в курсе. Некому сделать? Пока некому. Я не могу. Во-первых, чтобы сделать кран, нужно спуститься в подвал, перекрыть воду. Но я пока этого не могу. Нет, я выхожу, сажусь на коляску и езжу. Закупаюсь раз-два в неделю на месяц. И в холодильник забиваю, и так же готовлю напички. А как ваша мама, как вы ее оставляете? Ну, 20-30 минут плохо. Кричит, но что делать? Это возрастная деменция, от этого никуда не удерживаю. Маленькие дети. Забывается, как меня зовут. Как вам должны были помочь? Должны были, как не малоимущему, а как инвалиду-колясочнику поставить на очередь. Это совсем другая очередь. Малоимущий, он ходит, он двигается, он может что-то делать. Я ничего не могу делать. Я только могу ездить на коляске. Даже за второй полки я не могу товар взять. Мне нужно кого-то попросить, чтобы мне подали, а иначе я не могу. Малоимущий это может делать, но меня приравняли к ним, а не как к колясочникам, который не может без пантуса никуда заехать, без чьей-либо помощи, если не придержит, чтобы я не перевернулся, когда буду заезжать, не получил очередную травму. Но наша администрация считает по-другому, что я просто малоимущий. Ну, значит, пускай Путин пенсию добавит нам, малоимущим колясочникам. Я малоимущий, пускай мне платят 100 тысяч, я буду собирать на новую или сниму квартиру. Иначе как можно понять, что я инвалид-колясочник, а меня почему-то не ставят. Я состою уже инвалидом 15 лет, как инвалид, и не могут меня признать инвалидом. СТЭК признает, СЭС признает, а наша администрация не признает. А всякие соцслужбы к вам ходят, они вам помогают? Ну, нет, я отказался от их помощи, потому что по часу два раза в день, и за деньги это все делается. Зачем оно мне нужно? Я сам сел на коляску. Два раза в день? В неделю. Два раза в неделю, допустим, вторник и пятница, они выделяются. И вот они приходят там, продукты могут прийти, принести, ты список даешь, они идут, приносят. Но кто будет пачкать руки и выбирать себе, если у них таких бабушек хватает? Они вам плохие продукты покупали? Ну, они берут, не выбирают. Я выбираю то, что мне нравится, и то, что считаю нужным. Я, то есть, выбираю лучшее, они берут все подряд. Зачем им это самое время тратить, потому что, как моя мама, вот такие бабушки, им помогать надо. Вот она лежит, и никто, кроме меня, не поможет ей. И что придет, допустим, вот ко мне или к маме придет, два раза это самое, в неделю. А что она, кушать должна два раза в неделю или в туалет ходить, только по тем дням, когда это самое она придет. Остальное время она куда должна девать, кто ей будет пеленки менять, кто будет обмывать ее, кто это будет делать. Я не просто инвалид, я инвалид-колясочник. Мне нужен пантус, мне нужны проемы, мне нужно заезжать, чтобы порожков этих не было. Сейчас покажем. Вот этот порог, вот этот проход, вот тут вы сломали, чтобы вам шире немножко было, да? Да, коляска не проходила. Ну и здесь ваша коляска, и там на улице пандус, я снимал в прошлый раз. Да, и вот тут порожек как-то в туалет ходить. То же самое. Ну, получается заползать. Заползаю, так и получается. Ползаю, не дай бог это самое, в блесну воды на плитку попадает, то это, считай, опять, или рука сломана, или нога сломана, или голова закружится. Пока с этого пантуса спустишься на ногу, нужно не давить, не наступать, потому что адские боли. Только и живем на обезболивающих. Надо менять сустав, его плохо поставили, не тот поставили. Сейчас уже есть новшество, есть такой раздвижной для специально деформированных костей. Ну, все загвоздка в том, что я не могу лечь на операцию, не кому ухаживать за мамой. А что у вас еще болит? Болит у меня, позвоночник сильно болит. Ну, давление меня мучает сильно, головокружение. То есть, ходить сильно не могу, потому что теряю на какие-то доли секунды сознание, падаю. Поэтому только передвигаюсь в коляске. Ну, по-другому не получается никак. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...